Приветствую всех, с вами Олег Саламаха И в этом видео я покажу вам одну очень красивую ловушку за белых Которая возникает во французской защите в системе Винавера Е4 играют белые, Е6 отвечают черные, Д4, Д5 Снова мы с вами продолжаем смотреть французскую защиту Конь С3, слон Б4 отвечают здесь черные Это так называемая система Винавера Е5, С5, черные отвечают подрывом в центре, все это теория Белые играют А3, нападая на слона на поле Б4, следует размен Слон бьет С3, БС, конь С6, конь Ф3 И черные играют здесь ферзь С7 Прицеливаясь к пешке на поле С3, где-то рентгеном И здесь мы играя белыми можем поставить очень красивую ловушку Мы играем слон Д3 Черные понимают, что вроде бы можно выиграть пешку ходом СД Теперь что делать? Мы забираем пешкой СД И черные отвечают, конь бьет Д4 Ну теперь что делать? Понятное дело, что ловушка заключается в следующем Что белый вынужден забирать коня черных Конь бьет Д4 Следует двойной удар, ферзь С3, шах На короля и на коня И черные рассчитывают на следующий вариант Что если белые закроются слоном Ферзем закрываться нельзя, потому что теряется ладья на поле А1 Если закрыться слоном, то тогда черные просто заберут коня на поле Д4 Затем пешка на поле Е5 повиснет Все это, короче, очень плохо для белых Но здесь и заключается очень красивая ловушка Белые отвечают неожиданно ферзь Д2 И теперь выясняется, что брать коня на поле Д4 можно Но в этом случае теряется ферзь Поскольку это вскрытый шах Ферзь на поле Д4 не защищен И он сразу же гибнет Что делать? Ну мы видим, что белые оставили ладью на поле А1 под боем И черные, конечно же, вынуждены забирать эту ладью Иначе они просто остаются без фигуры Но вот теперь ловушка захлопывается Поскольку ходом С3 Белые отрезают ферзю дорожку назад И следующим ходом, неизбежным ходом Конь Б3 Они залавливают ферзя, после чего черные остаются Просто-напросто без материала Ну сделаем любой ход за черных А какой здесь можно ход сделать? Ферзь не имеет ни единого хода Поле А2, поле Б1, поле Б2, поле А3, поле С3 Ни одна из этих полей ему недоступна Черные могут сыграть, например, слон Д7 С идеей слон А4 Как-то не пустить коня на поле Б3 Но ведь мы играем первыми И после Конь Б3 ферзь ловится Чтобы его не потерять Приходится забирать ферзь бьет С1 Но после ферзь бьет С1 Если мы с вами посчитаем материал То увидим, что у белых ферзь за ладью у черных Большой материальный перевес И белые, конечно же, должны легко победить Вот такая красивая ловушка Мы сегодня с вами посмотрели В французской защите системе Венавера Если вам понравилось, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал Включайте колокольчик Чтобы не пропустить новые интересные видео С ловушками на моем канале На сегодня же у меня все Играйте в шахматы, любите шахматы Ставьте ловушки и побеждайте красиво Всем пока!